Виктория, здравствуйте! Ваш вопрос. Как поступить с золотыми украшениями? Ведь и на них стоят печати, серп и молот. Можно ли просто переплавить ювелиры и отречься от врага? Эти украшения достались от мамы в наследство. В данный момент я сложила их в банку, закрыла и запечатала в молитве до принятия решения. Что дальше делать? Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Есть у пророка Агея такое слово «моё всё золото и моё всё серебро», говорит Господь. Поэтому кто бы на неё не поставил печать, оно Божье. И сами по себе знаки, конечно, пытается враг красть, это его природа, он другого делать не может. Но если вы для себя понимаете, что это ваше, это наследство, то вам надо так и утверждать, что я не принимаю причастность никакому подобного рода злу. Если идеология ваших родителей соответствовала этим знакам, то надо отречься от такого наследства, от наследства идеологии, от наследства того, что дьявол пытается красть. Если вам будет спокойнее это переплавить, переплавьте. Конечно, выкидывать точно нельзя, это не нужно, это ни к чему такая трата. А если вас это смущает, вы можете переплавить, либо просто запретить после отказа от наследства неправильной идеологии, запретить этому знаку вообще влиять на вас. Поэтому будьте вы владеющими ситуацией, а не под ней. Потому что когда мы находимся под давлением каких-то дьявольских атрибутов, я сейчас не к тому, чтобы мы вносили в свой дом любые атрибуты и сказали «я над ними владею». Нет, Давид очень чётко сказал «вещи непотребны, я перед глазами не поставлю». Или, допустим, идолов вылитых с того же золота, то это надо переплавить. В данном случае это не идолы, а это потребность дьявола завладеть этим серебром или золотом, то вы можете здесь совершенно спокойно проявить свою хозяйскую природу. То есть вы владеете и вы повелеваете, чему быть, а чему не быть. И посвящаете Богу то, что вам принадлежит. Поэтому благословения вам, мудрости, царствуйте в той ситуации, в которой вы оказываетесь. Субтитры создавал DimaTorzok